Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться вживую. Да, задай свой вопросик. Кстати, уважаю, очень сильно. Скажи, пожалуйста, когда наоборот ты не подпускаешь, то есть ты ходишь на свидание... Наоборот, это... Мы сейчас говорим про продолжительные отношения, когда мы уже встретились с человеком, уже ведем какое-то взаимодействие, да? Я, к сожалению, вынужден постоянно спрашивать, что вы вкладываете в понятие взаимодействия? Ну, хотя бы второе свидание. Хотя бы второе свидание. Ну, хорошо, второе свидание, и что? Мы встречаемся и изначально понимаем, что нет. И так нет чаще, чем да. Ну, то есть да, вообще нет. В чем проблема? Я понимаю, что во мне, объясни. А ты еще и понимаешь, что в тебе. Я открою тебе вообще секрет. Я даже тебя не понимаю, что ты сказала. То есть ты свою идею не донесла? Вся надежда на то, что я имею доступ в астрал, где есть досье на тебя. Я такой, чую-чую, с глаз идет, чую. К сожалению, я могу только анализировать. Смотри, как устроен мой мозг. У меня очень много информации и очень богатый опыт семейной жизни и очень большой опыт консультирования. И когда мне кто-то что-то говорит, я не вижу сквозь время и пространство. Ты бросаешь мне некое уравнение, которое я решаю. И все. А теперь смотри, как выглядит с моей стороны твое уравнение. Сатя, если на втором свидании мы взаимодействуем с взаимодействием, оно вроде как не так или не так. Так вот оно так или не так? И это такое вот уравнение, в котором все неизвестные. Какую информацию надо? Когда вы пытаетесь донести свою историю, ее надо рассказать. Что там произошло? Кто? Как? Чего? Я встречаюсь с мужчиной, хочу строить взаимоотношения. Мы до второго свидания добрались, пока мы не трахаемся, вместе не живем. И мне этот мужчина не нравится или я ему не нравлюсь. Что делать в такой ситуации? Тебе не нравится мужчина? Да. А какие есть варианты развития событий? Ну-ка мне, как на Е. Накидай. Один, два, три. Первое. Не общаться с человеком, который тебе не нравится. А вот второе. Продолжать общаться, потому что в процессе общения с человеком, который тебе не нравится. Может быть, случится, что он тебе понравится, потому что мне уже 36, я извиняюсь. А вдруг? Какие? Второе, третье, четвертое. Ну, это же ты. Ты приходишь, вот смотри, давайте, меняем мужика на платье. Ты пришла в магазин. У Массима Дюти, допустим. Который уехал. Ну, так, по воспоминаниям. И ты хочешь выбрать себе платьишко. Подходишь? Как ты выбираешь платьишко? Это платьишко должно тебе подойти по фасону, по цвету, по размеру, по цене. Если оно не подходит тебе. Ну, вот, вот. А потом, потом. Нормальные мужики спрашивают. Где, сука, логика, бля? Где логика? Какой нахер на вырос-то? Ты вот зачем это сказала? И мужика возьми себе на вырос. Ты меня услышала? Хорошо, видишь, могу ответить. Мне одной хорошо. Но очень хочется строить семейную жизнь. То есть замуж. Как перестать хотеть замуж. Это угнетает. Извините, я к вам все время апеллирую. Потому что я прям не знал, что твои слова про логику, про женскую, станут пророческими. Мне хорошо раздетой. Но очень хочется хорошее платье. Вопрос. То есть не вопрос. Ну, как купить? Я даже пойму, где купить там? Ну, как правильно пробрать хорошее платье? Вопрос. Как не хотеть платье? Ведь то, что у меня нет платья, это меня угнетает. Вот это логика мужская. А вот то, что вы рассказали, это ну, с другой стороны. Была бы у вас такая логика, было бы неинтересно. А вот ну-ка, подожди. Вот это я обожаю этот момент. Интересно, что, знаете, когда человек пишет два как бы отдельных вопроса на отдельной бумажечке, интересно все это сложить, потому что они очень часто добавлены. Не знаю, как сейчас, я же не читал, но может быть. Я одна. Так как негде знакомиться. Ну, потому что Калининград это это не рыбная деревня, да? Это прямо это деревня. Маленькое вымирающее село. Председатель сдох 6 лет назад. Старый одноногий хер. Осталось ну, два полузнишных дома, где старухи, доживают, выкапывая ну, с бывших колхозных полей ну, не знаю, брюкву. Да. Знакомиться негде. Потому что, ну, когда вот идешь ты по Калининграду и видишь знакомительная. Ты туда заходишь, там такие мужички сидят. Естественно, приличные люди их уже по размеру выстроили, да, да, там повесили, и ты такая ходишь. А можно всех посмотреть? вот. Знакомиться негде. Угу. Или проблема во мне. Проблема в тебе, естественно. Очевидно. Потому что тебе кажется, что есть какие-то особые места, где надо знакомиться. Где вот приходят люди, и там вот такие, они вот бегают вокруг стула. Кто сел, тот и замуж выходит, да? Как и где это делать? Где? Там, где есть люди. Люди. Люди же где-то ходят. Это то же самое. Мне негде послушать общественную лекцию по семейной психологии. Есть несколько вариантов. Нужно пойти туда, где они читаются. А где они читаются? Нигде они не читаются. Ну, в интернет залезь, почитай. Там, на живую лекцию приди, книгу купи. Ну, какие-то же есть варианты? Ты же как-то узнала об этом. И женщины, они такие. Женщины чаще. Ну, мужчины тоже бывают, но женщины чаще. Негде. Вот если было бы где, вот как раньше было хорошо. Пришла в библиотеку, а там мужики в очках. Что мешает мужчине знакомиться с женщинами? Отсутствие баб. Как вам такой результат? Ну, прикинь, сейчас вот, ну, не знаю, парень отстает, говорит, Сатя, баб вообще нету. И вы такие, ты че, тварь слепая? Ты глаза свои разуй по сторонам, посмотри, блин. Ну, он думал, около 300 человек, из них 250 баб. Из них, ну, 200 не замужем. А те, которые замужем, ну, тоже готовы. Нет, баб нету. Как вы, как вы отнесетесь к такой версии? Лжет. Лжет, сучонок. 100%. Слеп. Слеп, не то слово. Что мешает мужчине? Что мешает мужчине? А правильно, как сказать? Я, меня что-то смущает. Баб вокруг полно, но я не знаю, как начать отношения. Не знаю, много, полно людей, тьма. Ну, сколько в Калининграде человек живет? Ну, блин, полмиллиона же минимум, а то и 1600-1700 же. Ну, миллион. Сука, из них полмиллиона, это бабы. И вряд ли они все замужем за поляками. Нет, тут живут только граждане нашей страны. И нас приблизительно поровну. И количество незамужних баб прямо пропорционально количеству неженатых мужиков. А если какой-то мужик или какая-то баба замужем, они, между прочим, еще из этого, из этого конкурентного, вот этого эгрегора, они выпадают. Ну, то есть, они не составляют какой-то конкуренции. Поэтому мысль, все мужики женаты. Ну, это странно. Это те три урода, которые, ну, вокруг тебя женаты. Так что, что тебя смущает с бабами начинать знакомиться, как и меня? Образ, да? Здесь, конечно, речь не о тебе. Ну, это самый большой страх. Ну, откажет. Ну, откажет. Конечно. И у тебя, и у тебя, у тебя, у всех мужчин, это самый большой страх. Я такой весь со всей любовью, мадам, твои глаза заставляют забыть все падежа. Я сейчас пробью себя пальцем в сердце, буду лежать, валяться у твоих ног, солнце мое, не хотела бы дышать, чтобы я. А ты такая, куда покопанную, чепушила-то адская. Куда слюной капаешь? Для тебя, мать, растирал розу. Кыш, кыш, с такой рожей в калашный ряд. Пу, тебе в рот. Пошел вон, я за тобой проветрю. Конечно, мужчина этого боится. Это неприятно. Это так подрывает самомнение, так 3-4 бабы так пошлют и такой, не, я лучше в пидорасы пойду, потому что как-то полегче там будет. Что женщину смущает в той же самой ситуации? Мужиков полно. Ну, а как с ними познакомиться? А вдруг, что вдруг? А вдруг, ну, понятно, и отказа тоже становится, но женщины обычно же, смотрите, женщины же не предлагают, женщины как бы намекают только. Они же, ну, играют, флиртуют. Что боится женщина? Что ей мешает строить отношения? Она боится показаться навязчивой, какой-то голодной, недотраханной, жутко одинокой. Чтоб кто сказал, че, груди твоей касался лишь аккордеон? Конечно, это никто не хочет. И вот, бродят несколько одиночества. Одни боятся обломаться, а вторые боятся показаться какими-то навязчивыми и не такими. Поэтому, мудрые люди давно уже сказали, что не нужно искать места, не нужно искать там еще что-то. Их полно вокруг себя. Умная женщина постоянно должна создавать атмосферу, где она постоянно нуждается в легких, в маленьких услугах от мужчины, в легкой помощи. Чтоб мужчина мог оказать услугу, подать руку, открыть дверцу, что-то поднять, что-то пропустить, что-то подсказать, что-то объяснить. Цатя, девочка в Москве писала, я делаю все, как ты говоришь, хожу по культурным местам, я не блять, по ночным клубам не хожу, я постоянно в Третьяковской галереи. И вот уже несколько лет, ну никто, никто. А что ты делаешь в Третьяковской галереи? Она говорит, картины смотрю. Я говорю, ну ты вообще дерево, ну с двух сторон причем. А что должна делать умная женщина в Третьяковской галереи? Ходишь по Третьяковской галереи, смотришь, стоит какой-то хер возле явления Христа народу. Подходишь и такая. Скажите, пожалуйста, а это надо воспринимать аллегорично или это вы выглядите очень экспертным. Очень важно ваше мнение. Сразу по глазам видно, что вы из среды художников и богемы. И даже если он ну он такой ну мне отнють я мысль донес я одна так как негде знакомиться это ошибка у тебя солнышко негде знакомиться А если он оказался таким и почему ты же спросила что он думает по этому поводу ты же спросил у него что он думает по этому поводу что ты потупливаешь если он оказался специалистом начни ему задавать массу вопросов внимательно слушай давай скажи так интересно я вообще этого не знал я настолько далеко от этого искусства иди в свою среду девка пошла в третяковскую галерею я же тебе не сказал идти в третяковскую галерею возможно ты на рыбалке так можешь стоишь на мосту ловишь рыбу будешь одна ловить будешь всю жизнь ловить а так то раз такая смотришь мужики стоят такая подошла мужчины подскажите пожалуйста здесь клюет макуху куда бросать здесь лучше на мотыля или поплевать на червячка в жопу ему ведь правда говорят что психологически униженный червяк значительно эффективнее начни задавать про мормышки про блесна если ну в своем кругу конечно понятно если ты ну ты рефлекснула ну сейчас все поняла или поняла ты все поняла или поняла все отлично вопросы зала или читаем следующий читаем ух ты что можно сказать о мужчине который о себе говорит так ну послушай что на тебе говорит и сделай выводы пусть я не сделал себе карьеры я простой сервис менеджер зато я самый лучший отец для своего сына у меня с сыном в отношениях лучше всех ну вот ты должна понять что этот мужчина по его словам великолепный отец с сыном да тут написано жена от него ушла мы можем сделать вывод что он плохой муж но возможно хороший отец но пока только лишь по его словам да он живет один сын сын на два дома спасибо все мужик все о себе сказал я мало зарабатываю потому что я не могу делать карьеру я залез в карьерный бизнес но сделать его не могу поэтому у меня карьера неудачна зато я хороший отец у меня нет денег зато у меня бицепсы я тупой зато у меня член ну 28 сантиметров я могу мух убивать в жару могу использовать как вентилятор 600 оборотов мужик тебе все сказал но дорогие дамы записывайте вдруг вы не знаете все что говорит мужчина слушать не надо мужчинам вообще верить нельзя мне можно я как старый старик мюллер приблизительно так но мужчина ценен не текстами а действиями поэтому пусть говорит это нормально а ты посмотри а как он себе говорит я зато хороший отец вы с ним беседуете и выясняется что он со своим ребенком общается раз в месяц садит его на колесо обозрения а сам сидит пьет пиво потом папа папа мороженое туда и может смотреть что делает мужчина мужчина ценен словами да поступками конечно это отдельная история как быть женщинами женщину надо не слушать ничего просто смотришь на нее и думаешь и вот подольше с ней не спи вот подольше вот главное понять ты хотел бы общаться с этим человеком если ты не будешь с ним спать то есть надо жениться на той бабе которую ты уже готов терпеть и которую тебе нравится терпеть и вот прямо смотришь на бабу жениться не жениться и представь что она с тобой вообще спать не будет вот прямо допустим вот она выходит за тебя замуж и больше она с тобой вообще больше никогда не будет спать ты сженишься на ней если ты говоришь да и хер с ней без секса с ней я переживу а вот без нее нет на этой надо жениться а если такое я хочу на ней жениться потому что ну сиськи хорошие соски как сливы орет все время в сексе это так себе история что женщине в какой момент потрудитесь вопрос формулировать с началом и концом солнышко давайте так давайте плясать от того что любая здоровая женщина хочет в нормальный замуж когда женщина не хочет замуж она скорее всего не хочет в тот замуж из которого она вылезла ну очевидно если допустим ситуация ой я вообще не люблю ездить за границу за граница полное говно ну ты зря поехала в Монголию так и скажи я не хочу в Монголию причем в ту деревню где ну где там освежевывали барана и короче съезди в другую часть Монголии съезди в Испанию в Турцию в Финляндию куда-то я не хочу за границу это очень сильно я не хочу замуж ты хочешь замуж все люди парные мы социальные животные мы не можем жить поодиной мне хорошо одной но очень хочется замуж как все логично я еле отошла от предыдущего замужа с каким-то уродом за которого я вышла через жопу через секс через непонятно что сделала все неправильные ошибки по карме естественно все последствия сейчас вот отхожу от этого конечно я не хочу замуж опять за Павлика с которым еле развелась но я хочу замуж вы хотите в тот замуж о котором я рассказываю вот в тот и идите вот о чем я поэтому все женщины хотят замуж поэтому выходить надо замуж за мужчину который что у которого член 22 сантиметра что потом вот это с лупой и пинцетом не сидеть все слышите что девочка появился ухаживает что делает а там что делаете это не ухаживание ну ты просто жрешь и бухаешь с мужиком это не ухаживание за его счет долгие красивые ухаживания извините я перебью чтобы потом не потерять мысль нужно для того чтобы очень хорошо узнать друг друга что это за люди поэтому бухают едят ходят и тому подобное люди в процессе ухаживания только для того чтобы была возможность очень много общаться узнавать друг друга и смотреть как ведет себя мужчина как ведет себя женщина в куче ситуаций которые обязательно сложатся в процессе а если просто пожрать это не работает ну так а что извини ты же это сказала ну хорошо ухаживает отзывается на какие-то мои просьбы что-то помогает мне сделать я тоже отзываюсь то есть вы обмениваетесь услугами по вашему а по вашему ну хорошо приятно проводить время так что именно ну потом не ну я почему я спрашиваю потому что другая девочка скажет мы с мужиком встречаемся он мне покупает круассан кофе я сосу мы великолепно проводим время мне очень нравится и он в экстазе это процесс ухаживания если ты не узнала как он живет как он видит мир как что он хочет что он любит что он не любит интересуется ли тобой узнал ли он о тебе все показал ли он тебя себя себя тебе как он относится к работе к детям к путину к людям к миру и так далее и так далее что он смотрит что он слушает что ему нравится не нравится где он любит отдыхать какие он машины любит какие фильмы смотрит какая музыка ему не нравится какие женщины ему нравятся как он относится к краям вот это все надо узнать а еще лучше потом это увидеть и годик вот об этом речь вот в том то и дело что мы эти годы узнаем узнавайте если только про Путина это тоже неправильно все это длится полгода и я уже пыталась форсировать события поняла что а что ты хочешь ты хочешь замуж все же взрослые люди я попробовала форсировать события и у меня такую зону как это называется зону меня такой аккуратненький опыт отлил при этом он никуда не пропадает раз в неделю шесть этапов построения отношений ты слышала? прослушала но что-то забыла что-то забыла если вы живете в этих удивительных городах мы с вами сможем встретиться вживую